Для того, чтобы отдых любителей аттракционов, сладкой ваты и воздушных шаров был безоблачным и оставлял только самые приятные воспоминания, сотрудники службы Госпромнадзора следят за состоянием парков развлечений по всей республике. Результат того стоит. За последние три года в местах отдыха Беларуси не было ни одного несчастного случая, связанного с гибелью ребенка или взрослого. Поэтому уделять особое внимание состоянию аттракционов, вовремя проводить ремонт и диагностику – первостепенные задачи, выполнение которых и обеспечивает самое главное – безопасность посетителей. В этом году к этому списку присоединяется еще одна проблема, требующая внимания. Еще одним из проблемных вопросов является, конечно, эксплуатация аттракционов, которые отработали нормативный срок службы. На сегодняшний день, если в целом взять по республике, таких аттракционов около 60%. Но если взять динамику этой цифры, то начиная с 2009 года эта цифра постоянно снижается. То есть ранее у нас было где-то около 70% аттракционов, отработало нормативный срок службы, сейчас уже 60%. Сегодня в 48 парках республики работают 254 аттракциона. Некоторые из них требуют замены, однако это удовольствие не из дешевых. Покупка нового развлекательного агрегата может обойтись в 300, а то и в 400 тысяч евро. Учитывая сегодняшний дефицит бюджета в стране, руководителям организации индустрии развлечений пока остается сохранить то, что есть. Надзор за аттракционами организован или поручен Госпромнадзору не так давно, но стоит сказать, что и до того, как был организован наш надзор, парки Брестской области успешно справлялись с задачей в целом эксплуатации и безопасной эксплуатации в том числе. Но сейчас в Брестской области 7 субъектов хозяйственных эксплуатируют 34 аттракциона. Не так, в принципе, и много. 5 субъектов – это коммунальная собственность, которая больше с государством, и 2 субъекта частной собственности, получается. И наша основная задача, в принципе, подготовить аттракционы к нормальной работе в начале сезона. Обновление аттракционной техники – эта задача была поставлена перед руководителями парков в начале лета. Брестский парк 1 мая не проигнорировал это требование. В новом сезоне здесь появился надувной батут «Джунгли», полюбившийся как взрослым, так и детям. А комната игровых автоматов пополнилась столами для аэрохоккея. В целом на модернизацию аттракционов было использовано порядка 400 миллионов белорусских рублей. Что касается зимнего периода, то в этот сезон в парке культуры и отдыха спектр развлечений останется традиционным. Каток будет заливаться, будет игра в хоккей. Так же, как это уже стала традицией у нас, это новогодняя елка на Ленина, это будет паровозик у нас, детей катать. Так же будут карета, лошадки. Вот такого плана будет организован досуг наших жителей города. Интересен тот факт, что в 2009-м Брестский парк культуры и отдыха имени 1 мая стал обладателем главного приза в конкурсе «Хрустальное колесо-2009», который проходил в Сочи. К слову, наше чертово колесо тоже можно назвать хрустальным, только не от праздничного блеска, а от хрупкости механизма, замена которого предвидится не скоро. Однако для любителей острых ощущений есть хорошая новость. В следующем году они смогут оценить новый экстремальный аттракцион «Колобок». Кто знает, может новая 16-я по счету большая игрушка повысит популярность среди жителей и гостей города Брестского парка. Ему удастся повторить успех 2009 года.